Продолжение следует... Электронное расписание есть, зарядка USB есть. И даже кнопочки, которые называются речевой информатор и вызов 112, тоже есть. Но вызов 112 мы не будем нажимать. А вот речевой информатор, проверим, как работает. Спасибо. А у нас еще имеется зарядка USB. Мы можем тоже, кстати, проверить, работает ли она. У меня чисто случайно оказалась с собой зарядка. Мы сейчас воткнем и посмотрим, проходит ли ток. Открываем. Тут у нас два порта, кстати. 1 ампер и 2, и 1. Это значит, что с нижней будет быстрее заряжаться. И пошла зарядка. Смотрим информационное табло, расписание автобусов. Вот, пожалуйста, пятерка. Красс-фарма, 0 минут. Это значит, что оно должно уже где-то здесь оказаться. Наше транспортное средство. И действительно, да, вот оно подъезжает. Буквально парочку секунд подождать. И можно садиться в нужный вам автобус. Смотрите, как красиво. Скамеечки все убрано. От дождя все закрыто. И тем более на табло смотришь. Вот, допустим, мне 26 как раз нужен. Он будет через 4 минуты. Очень удобно. Можно погулять 4 минуты, да? Подобные вы можете увидеть теперь на гордой Каперинсона, Матросова, ТК Красноярье, Тюзи, МВДЦ, Сибирь, на улице Сергея Лозо, в микрорайоне Солнечный и улице Аэровокзальной. Мы в сквере Универсиады. Это недалеко от микрорайона Тихие Зори. И здесь высадили виноград. Но, скажу сразу, уже вижу ваши горящие глаза и чешущиеся ручки. Он декоративный, то есть плоды его есть не рекомендуют. Хотя до них пока далеко. Появился он здесь потому, что предыдущий газон выжгла жаркая погода, а новый будет посадить очень тяжело. Вы только посмотрите, какие проплешины. Их все нужно будет закрыть. И поэтому в мэрии придумали такой экспериментальный вид озеленения. А будет ли красиво, нам расскажут специалисты. Миноград девичек. Это очень неприхотливый вид. Очень быстро растет, очень легко размножается. Также этот вид необычайно декоративен. Осенью его листья окрашиваются в ярко-свекольный вид. Говорят, что уже в конце следующего лета виноград разрастется и закроет какую-то часть земли. А через 2-3 года полностью закроет склон. В общем, будет красиво. Ждем, надеемся, главное, чтобы за ним хорошо ухаживали. Вичмобили продолжают стоять на страже здоровья красноярцев. Один из таких сегодня дежурит на театральной площади. Здесь можно сдать кровь на анализы. Быстро, бесплатно, а самое главное, анонимно. То есть никаких документов, подтверждающих личность, не нужно. И для тех, кто всегда хотел, но боялся, мы сегодня покажем, как это все происходит на личном примере. Не будет больно. Сейчас мы берем ланцет. Их придумали специально для детей. А как же вот эти страшные иглы, которые всех боятся? А это как бы другая технология. Там же не иглы, а там называется копье. Железная такая вот инструмент. Копье еще страшнее звучит, если честно. Смотрите. Да, наблюдаю пока что одну полосочку. Я надеюсь, что это хороший результат. Да, ну да. Количество ВИЧ-инфицированных все-таки большое. И по внешнему виду нельзя определить, ВИЧ-инфицирован человек или нет. Вот риск заражения все-таки существует. Поэтому, как говорят, знал бы, где упасть, соломинку бы подстелил. Посмотрите, насколько тоненькая там игла. Ее даже отсюда не видно. Так что абсолютно не больно, не страшно, безболезненно, быстро. Так что обязательно приходите и обследуйтесь. Каждый вторник этот автомобиль находится здесь, с 12 до 3. И каждую среду на правом берегу. Такие же важные для города и красноярцев новости сообщайте нам по телефону 202-22-22. Фото и видео на Viber и WhatsApp. Для вас сегодня работали Стефания Микишова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.